По поводу транспорта и ремонта улиц. Я хотел бы напомнить прессе также жителям города Кишинева о том, что Олегу Руссо, ремонт улиц Стефана Чалмаря, Василия Александрия и Негрудца выполняют та же фирма, что и ремонт Олегу Руссо. Олегу Руссо уже есть трещины. Раз. Тендеру ремонт улицы Олегу Руссо должен был быть выполнен за 8 месяцев за сумму 76 миллионов флеев. В итоге они эту улицу делали почти 2,5 года за сумму более 120 миллионов флеев. Каким образом пришли к этой цифре? Очень просто. Приезжает человек с тормозными дисками и подписывает каждый раз небольшие изменения. Один раз изменения, второй раз изменения, третий раз изменения. В начале осени мы задавали вопрос господину Гомрецкому, во сколько обошлось обустройство парковок на улице Василия Александрия возле Министерства внутренних дел. Только обустройство парковок внесло дополнительно в расходы по ремонту трех улиц Штефана, Шамара, Василия Александрия и Негрудца более 200 тысяч евро. Ситуация в следующем. Каждый раз изменяя проект, то есть был тендер, был проектирование, проектирование задачи для тендера было неясным, проекта нету, его нигде не публикуют. Для чего? Для того, чтобы каждый раз туда вносить изменения, для того, чтобы каждый раз списывать муниципальные деньги для ремонта этих улиц. И в итоге у нас выйдет ремонт этих улиц, не запланировано 11,5 миллионов евро, как было запланировано и выделено деньги, это кредитные деньги, которые мы должны отдавать с процентов, а будет гораздо больше. Давайте потом почитаем, сколько это будет. Это деньги, украденные у жителей города Кишинева.